Друзья, я еще раз говорю, посади любого из вас сегодня в это кресло, без совместных решений ничего не произойдет. А совместные решения, это прежде всего, вы как представители власти, как представители населения, это депутатский корпус. Когда Александр Петрович Кудиланин приходит к нам в законодательное собрание, он действительно тоже очень обнимается. И у нас тоже бывает горячий голод. Но мы всегда понимаем, что сегодня, да посади того же Путина к нам в Карелию, вот мне интересно, как он его вытащит. Потому что очень странно, когда я слышу, а я умею критиковать и знаю, за что критикую, но когда я слышу, как премьер-министр Российской Федерации говорит, что надо, чтобы закупались российские трактора, то я в этот момент начинаю сомневаться. А у нас премьер-министр Медведев вообще знает, что есть 44-й закон. И что здесь сидящие все руководители предприятий муниципальных или государственных, о, попробуй сейчас обойди 44-й закон. Чего только не припишет, присутствующие силовые правильно сделают, но тут же воспользуются своим правом. Поэтому как раз очень сложное законодательство. И присутствующие здесь многоуважаемые люди, долгоуправляющие городом, муниципалитетом. Но поверьте, вы в этих законах не работали. Сейчас гораздо сложнее работать. Я думаю, даже думаю, что Игорь Витальевич согласится, что в регионе, что в муниципалитете. Просто законодательство уже зашкаливает сложность управления. Поэтому давайте все-таки работать в рамках действующего законодательства. 63-10-10 мой телефон. Я всегда готова прийти на помощь.